Привет, с вами Олеся. Хотите научиться готовить как настоящая итальянка? Тогда продолжайте смотреть. Я сейчас расскажу вам 13 секретных ингредиентов, которые есть на кухне у любой итальянской домохозяйки. Итальянки точно знают, как же покорить итальянского мужчину. Нужно просто научиться готовить так, как его любимая мамочка. Поэтому я, когда переехала в Италию, внимательно внимала рекомендациям и советам своей итальянской свекрови и перенимала у нее все травы, приправы и сочетания продуктов, которые использовала она. Большинство из этих продуктов есть на кухне у каждой итальянки. Ну, естественно, у них на кухне есть оливки, оливковое масло, привычный нам лавровый лист, чеснок, паста, конечно же. Многие итальянские блюда кажутся нам необычными на вкус. Это происходит благодаря неожиданным сочетаниям продуктов и также специальным средиземноморским травам и приправам, которые используют домохозяйки. Первая трава, которую научила меня использовать моя итальянская свекровь, это орегано. У каждой итальянки висит на кухне пучок сушеного орегано. У меня он стоит на полке со специями, сушеный. В России эту траву называют душица. Ее можно встретить в составе самых разных смесей. Например, какие-нибудь итальянские травы или прованские травы, средиземноморские приправы. Орегано улучшает вкус и аромат блюд из мяса, птицы, рыбы, грибов и отлично вписывается в соусы и в маринады. Итальянцы добавляют орегано везде. В пиццы, в лазанью, в напитки, в соусы, в мясо. Душица отлично сочетается с бобовыми, подходит к яйцам, подходит к свежим овощам. Я использую орегано, когда я готовлю пасту альфорно. У меня где-то есть на канале рецепт, я обязательно оставлю ссылку. А также я использую орегано, когда делаю панини. Это такие круглые итальянские булочки с помидорами. Вот когда я делаю помидорки, режу маленькие, немножко оливкового масла, сольки и вот это вот орегано. И получается очень-очень вкусный такой сэндвич-бутерброд. И также я использую орегано, когда делаю салат капричоза. Вторая трава, которую регулярно используют итальянки, это розмарин. У меня розмарин растет во дворе. Когда мне нужно, я просто иду, срезаю веточку и кладу в блюдо. Моя итальянская свекровь научила меня обязательно добавлять розмарин, когда я готовлю в духовке курочку с картошкой. Я добавляю туда пармезанчика и немного веточек розмарина. И вы знаете, получается такая вкуснятина, аромат меняется, вкус немного меняется и становится немножечко такой более интересный. Когда работаешь с розмарином, самое главное не переборщить, иначе получится такой немножечко привкус камфоры какой-то. Поэтому нужно аккуратненько немного добавлять. Лайфхак. Положите мини веточку розмарина в бутылку с оливковым маслом, дайте настояться и получите масло с средиземноморским ароматом. Розмарин это вечно зеленый кустарник с нежно-сиреневыми цветами. С итальянского языка розмарина переводится как морская свежесть. Он отлично сочетается с бобовыми и овощами. И можно даже немножко добавить во фруктовый салат и в выпечку. И тут чипсы и попкорн с ароматом розмарина продают в Италии. Есть много сортов розмарина. Кстати, вот тот, который растет у меня во дворе. За 10 лет я вообще ни разу не видела, чтобы он свел. Следующая, третья трава, которую обязательно использует домохозяйка. И почти у каждой домохозяйки стоит обязательно горшочек с этой травкой. Это, конечно же, базилик. Это вообще супер классика. С нее, наверное, надо было начинать. Номером один поставить. В еду применяют как семена, так и листья базилика. Это отличная закуска и отличная приправа к салатам и к супам. Хорошо дополняет мясные и овощные блюда, маринады, соленья. Я кладу базилик обязательно в соус из томатной пасты, когда делаю на скорую руку макароны с красным сугетом. Когда у меня во дворе вырастает слишком много базилика, то я делаю из него песто дженовези. Обалденный просто зеленый соус. Я его обожаю. И он готовится из свежих листьев базилика, кедровых орешков, пармезана, оливкового масла. Это все перетирается. И это, на мой взгляд, придает такой особенный вкус спагетти. Я обожаю просто это песто дженовези. Следующая, четвертая специя, которая есть у каждой итальянской домохозяйки, это мускатный орех. Ночи муската. Ночи муската отлично дополняет блюда из мяса птицы, картофеля, капусты. Его добавляют в соусы, в маринады. Между прочим, этот мускатный орех, он не только улучшает вкус блюд, но также он улучшает пищеварение. Поэтому итальянцы его за вот эту способность очень-очень уважают. Следующая, пятая трава, которую очень уважают итальянки. И многие выращивают ее у себя в саду во дворе на балконе. У меня вот на балконе стоит горшочек с мента. Она же на русский язык мята. Какой же тирамису без мяты? Великолепно в летний зной освежает напитки из мята, с лимоном. Можно сделать мохито или какой-нибудь другой освежающий напиток. В жару вот самое-самое то. Еще одно блюдо для итальянской жары, которое научила меня делать моя итальянская свекровь. Цукини ала поварелла. Это такая холодная закуска из цукини, в которую кладут мяту, чеснок, заправляют. В общем, у меня есть рецепт. Вот я здесь его где-нибудь оставлю. Вообще, у меня рецептов много, как на этом канале, который вы смотрите так. И есть у меня отдельный канал, называется «Простые рецепты» с Олесей Шевцовой. Там я и выкладываю рецепты итальянской кухни или белорусской кухни. И я оставлю в конце обязательно тоже ссылку в конечных заставках. И внизу оставлю ссылку. Поэтому, пожалуйста, если вам интересны итальянские блюда, хотите готовить как итальянки, то проходите, пожалуйста, на этот канал и смотрите рецепты, которым меня научили здесь, в Италии. Следующая шестая специя – пепперончино, он же острый перчик. Красный перец чили, вот эти вот пепперончино. В Италии это оберег и символ, приносящий удачу. Вы знаете, даже футболисты некоторых итальянских команд выходят на поле и на груди у них вот кулончики с перчиками. Этот перец также занимает достойное место на кухне у каждой итальянской домохозяйки. У некоторых он прям в связке висит. У меня вот в баночке. Его жгучий вкус придаст изюминку первым блюдам, соусам. Но если попадет на зуб в готовом блюде, то мало не покажется. Поэтому моя итальянская свекровь научила меня ложить маленький кусочек перца. И когда блюдо готово, она меня научила доставать этот кусочек и выбрасывать, чтобы перец отдал все свои прекрасные свойства и аромат блюду, но потом никому на сбок не попался. Следующая трава, которую много используют итальянки, это уже не специя, это уже овощ такой листовой, да, это сельдерей. В моем холодильнике седано, он же сельдерей, есть практически всегда. Особенно важно, чтобы он у меня был в холодильнике в холодный период года, да. Это осень, зима, весна, потому что в холодную часть года я практически каждый вечер готовлю своей семье на ужин брода вегетали. Это овощной бульон. Я готовлю элементарно помидоры, сельдерей, лук, морковь, цукини. Заливаю водой, солю, добавляю оливковое масло и ставлю вариться минут так на 40 на небольшом огне. И когда уже готово, подаю просто с рисом. И у меня в семье его очень-очень любят. И согреться и для пищеварения хорошо. Следующий продукт, который обязательно есть у итальянок на кухне, это пиноли. Кедровые орешки. Моя итальянская свекровь очень вкусная и необычно готовила курицу с пиноли. С этими кедровыми орешками. Поэтому у нас в доме и у всех наших родственников есть обязательно вот эти орешки, эти пиноли. И, кстати, если вам интересен рецепт, как приготовить такую курицу, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Если будет востребовано, я сделаю рецепт на этот мой кулинарный канал. Следующая, девятое приправа, которая обязательно есть у итальянок на кухне, это каперсы. Итальянцы на нее говорят капери. Каперсы это такая сильная приправа с горчично-пряным вкусом. И небольшое количество каперсов способно полностью изменить вкус блюда. Каперсы добавляют в пасту, в салаты, в мясные, в овощные блюда, в рыбные. Мое любимое блюдо с каперсами, которое регулярно я делаю в нашей семье, и тоже меня научила моя итальянская свекровь. И, наверное, где-то должен быть рецепт, если найду, оставлю ссылку. Это филе хека. Здесь его называют на селло. Значит, я делаю филе этого на селло с каперсами и с помидорами. Вкуснятина! Вот настолько необычный вкус за счет этих каперсов. Так меняется вкус рыбы, что получается очень-очень интересное блюдо. Следующий, десятый ингредиент, который обязательно есть у итальянок на кухне, и которым они очень обильно пользуются. Очень часто его применяют в самых различных блюдах. Это вино. Когда нужно что-то спассировать или потушить, то итальянки вместо большого количества воды или масла итальянки добавляют в кастрюлю в сковородку вино. При этом калорий будет гораздо меньше, чем если бы вы просто пожарили эти продукты на масле. Но вкус будет более изысканным и интересным, чем если бы вы приготовили их просто на пару или на воде. Калорийность не добавляется, вкус улучшается. Прямо сказка просто. Поэтому итальянки очень много используют вино. Например, его добавляют в ризотто, в морепродукты, в курицу, в овощи, в грибы, в мясо. Это вот такой очень типичный секрет итальянской кухни. Следующий, одиннадцатый продукт, который есть на кухне у каждой итальянской домохозяйки. Ачету, винный уксус. Когда я впервые приехала в Италию в гости к своему будущему мужу, то его мама на обед и на ужин всегда подавала салат из листьев айсберга, там с разными добавками. Например, фенхель, цикори, караселла могла туда добавить. И заправляла она эти салаты капелькой, мини капелькой оливкового масла и большим количеством винного уксуса. И для меня это было так как-то кисло и непривычно, потому что я обычно в Беларуси заправляла салаты майонезиком. Ну или если по-диетически, то растительным маслом, оливковым, подсолнечным. И могла чуть-чуть капельку лимончика добавить, да, ну чуть-чуть для привкуса. Вот, но так, чтобы больше уксуса и меньше масла, мне это даже в голову не приходило. И мне как-то так было это постно и невкусно и непривычно, но зато низкокалорийно. Прошло время, я уже много лет тут живу, и вы знаете, я настолько привыкла именно к такой заправке, что заправлять салат майонезом мне как-то кажется уже странно. Или просто его, если я заправляю маслом каким-то, да, то это мне кажется слишком жирно. Мой муж итальянец и мои дочки итальянки, они обожают вот такую заправку с уксусом. Единственное, что мне больше все-таки нравится заправлять бальзамическим уксусом. Не чисто вот этим вот уксусом, а таким вот коричневым с добавками, там с ароматами, и он там более слабый обычно, поэтому я как-то больше люблю бальзамический уксус. А муж мой привык с детства, что ему мама всегда делала вот именно таким вот винным уксусом. Ему он очень нравится, вот, и поэтому когда мы идем в магазин, я, если иду, я возьму одну марку бальзамического уксуса, который немножечко такой более, ну, он такой послабее, да, а муж, если пойдет, он возьмет другую марку, которая такая пьюфорте, да, такая, ну, покислее такая, по концентрированию. Еще один ингредиент, который повсеместно применяют итальянские домохозяйки, и вы, конечно же, про него знаете, и многие из вас его любят, это пармезан. Тертый пармезан добавляется в такое количество блюд, что я даже не буду их перечислять, потому что лично я могу добавить его, ну, практически во все. Я просто реально фанат пармезана, и он мне настолько нравится. Пармезан здесь добавляют в лазанью, в пасту, к овощам, его добавляют в ризотто, во время готовки или при подаче на стол. То есть там вариантов миллион, и это очень-очень популярный продукт в Италии, он есть у каждой хозяйки. И последний ингредиент, который, ну, он не совсем секретный, наши домохозяйки тоже очень любят томатную пасту, да, но вот итальянки очень много применяют пассата di pomodoro. Это такое томатное пюре, разлитое в банке или в бутылочке. Вообще помидоры, томаты, это один из главных ингредиентов итальянской кухни. И раньше вот такую пассату делали дома, спелые помидоры, перетирали специальным таким устройством, которое называется пассовердуро, у нас тоже он есть, но сейчас уже никто этим не занимается. Проще купить готовую бутылку с пассата di pomodoro, там стоит, не знаю, там 60 центов-2 евро, и вот ты себе 20 минут времени сэкономил, да, чтобы не тереть вот эту пассату. Или здесь вот продаются такие помидоры собственным соком без кожуры, их тоже очень-очень много применяют, там это все перетер, вот эти вот помидоры, и будет то же самое томатное пюре. Применяют в огромном количестве блюд, это очень такой типичный ингредиент для любого региона Италии. Самое простое, самое элементарное, что знает любая итальянка, и это тоже делаю я, и это было первое блюдо, которое научила готовить меня моя итальянская свекровь, это сугетто, я делаю спагетти, он сугетто, или любую другую пасту, вот сугетто, то есть вот этот вот пюре томатное мы увариваем с чесночком, с базиликом, и с оливковым маслом, и с солью. Получается очень-очень такой вкусный, концентрированный, насыщенный соус, который подходит к любой пасте, с ним можно кушать иньоки, с ним можно кушать рис, с ним его можно добавлять в самые различные блюда. Кстати, некоторые привычные для нас продукты и ингредиенты в Италии не применяются. Например, можно сказать так про укроп. Здесь на юге Италии итальянские домохозяйки даже не знают, что это такое, об этом знают только наши русские девочки. Ну, здесь укроп вообще как-то плохо растет, растет только какой-то один его сорт. Поэтому, когда я начинаю объяснять, что такое укроп, меня никто не понимает. В общем, если вам интересно, какие наши традиционные травы, приправы, продукты, то, к чему мы привыкли в Беларуси, в России, в Украине, здесь в Италии никто не знает, и из них ничего не готовят, напишите в комментарии, я сделаю обязательно такое видео. Друзья мои, на этом все, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы со мной в чем-то не согласны, пишите в комментариях, обсудим. Если вам видео понравилось, то поставьте лайк, обязательно поделитесь этим видео в своих социальных сетях, потому что это очень-очень помогает развитию моего канала. Если вы еще по какой-то причине не подписаны, то нажимайте подписаться и нажимайте колокольчик, там есть куча опций, нажимайте все, чтобы YouTube почаще предлагал вам мои видео в рекомендациях. Спасибо огромное, что досмотрели до конца, и увидимся в следующем видео. Чао-чао от Ути, всем пока-пока!